Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа Безамтракта. Добрый день, уважаемые слушатели. Действительно, благодаря современным технологиям мы можем всегда связаться и вывести в эфир наших ведущих, даже если они не находятся физически в студии. И эта возможность, конечно, уникальная, прекрасная, даёт нам прекрасные поводы для того, чтобы прямо с места событий освещать какие-то театральные мероприятия. Евгения Шевенёва, театральный продюсер, ведущий программы Безамтракта, с нами на прямой связи, насколько я понимаю, из Литвы. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро, Олег. Спасибо большое, что вы сегодня со мной из студии, по которой я скучаю, конечно же, но вот так совпало. А слышно меня? Да, слышно, всё прекрасно. Спасибо. Ну, так совпало, что вот именно этот четверг, когда я должна была выходить в эфир, я нахожусь в Клайпеде, где Клайпедский драматический театр уже несколько лет проводит в начале лета свой фестиваль международный. Раньше это был большой фестиваль, ну, до прошлого года, с программы литовских спектаклей, куда приглашались специалисты со всего мира посмотреть такой литовский кейс, отобрать для своих фестивалей гастроли или там познакомиться с какими-то молодыми новыми режиссёрами, актёрами, новыми именами, которые возникают в Литовском театре. Сейчас, к сожалению, в прошлом году всё было с весны перенесено на осень, и осенью тоже случился такой необъёмный фестиваль, ну, в силу того, что, конечно, всё закрывалось и всё было ненадёжно. Но сейчас театр, руководство театра, художественный руководитель Гинт Расграяускас и директор Томас Йоциш, извините, они решили, что пусть будет как есть. Мы проведём в том виде, в каком мы можем провести это сейчас, несмотря на то, что, конечно, расходы очень сильно возросли, потому что, понятно, что привезти там группу из Италии, вот они будут играть в Магбета через несколько дней здесь, в Клайпеде, это очень сложно, потому что билеты дорогие, и подобрать перелёты сложно, и рейсы ненадёжные, и плюс ещё, конечно, все эти тесты, которые нужно проходить гостям, пока это всё ещё важно и нужно. Приезжает, завтра вечером будет показан спектакль польского режиссёра Яна Клятый, который он поставил в Праге, в театре под Клайпеде. Вот я посмотрю его сейчас в Клайпеде. Вчера была премьера польского же режиссёра Агата Дуга-Грач. Поставила здесь, в Клайпедском театре, это была длинная работа, и вчера была официальная премьера, поставила здесь спектакль про художника Караваджо. Такое большое действие на два с лишним часа, предположительно такой боёпик про этого художника, о том, как он из мира окружающего, в котором он жил, находил свои сюжеты для религиозных картин. Ну, такая интересная работа, и очень масштабная, и очень большая. Олег, вам не надо бежать? Нет, я с удовольствием послушаю прямую-прямую участие. Тем более, что мне интересно, действительно, а в этой работе использовались, может быть, какие-то видеопроекции картин Караваджо? Нет, нет, это как раз в этом очень серьёзное отличие от того, что мы, ну, зритель мог бы ожидать, да, театра, что тут вот видеокартина, и как-то она включена в действие. Вообще нет этого. Всё построено на актёрских работах и том материале визуальном, который внедрён, собственно, в сценографию спектакля. То есть люди, которые оборачиваются, например, ну, какой-то там средневековый предположительный какой-то кабачок, в котором гуляют разные совершенно люди, и нищие, и аристократы, и женщины лёгкого поведения, и кто угодно. Это вот вся какая-то такая гульба, 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 в которой в центре находится художник, который вместе с ними пьёт, поёт, танцует, пляшет. И вдруг из этого всего хлоп и возникает как видение его картина, например, какая-то религиозная, где экстаз, там, религиозный экстаз, где вдруг эти люди превращаются в ангелов, или просто в самого, как бы, как бы в самого папу римского того периода, да. То есть вдруг они как-то так поворачиваются, одевают на себя какие-то новые части костюмов, и это становится картиной, которая возникает в воображении художника. Но при этом художник живёт вот здесь и сейчас. Что, мне кажется, очень важно в этом спектакле, вот я вчера посмотрела, это не самый простой спектакль, наверное, для зрителя, потому что он длинный, он идёт два с лишним часа. В нём не так много вербального такого сюжетного содержания, в нём очень много приходится домысливать самому зрителю. Он очень такой, как бы сказать, не мелодичный, а шумный. В нём есть так и песни, там прекрасно поёт, звучит, я бы даже сказала, и существует на сцене артист Клапецкого театра, очень известный, Дарёс Мишкалускас, на которого прям отдельно можно смотреть. Вообще актёрский состав, конечно, в Клапецком театре очень сильный. Но что я хочу сказать, что это удивительно, как реагирует зрительный зал. При том, что, конечно, он неполный, ну потому что только-только открылись театры в Литве, и все сидят в масках эти два с половиной часа, довольно тяжело. Сейчас лето, жарко. Ну так, не самая комфортная ситуация для зрителя театрального. При этом, как я говорю, он довольно шумный, и он не помогает зрителю с точки зрения сюжетного развития какого-то текстового. А идёт перевод? Да, на английский титры есть. Но это фестиваль, поэтому все спектакли, которые идут в рамках фестиваля, они все переводятся на литовский и английский язык. Обязательно. То есть это правило фестиваля в Клайпеде. И мне показалось, и там очень много такого, знаете, откровенных сцен средневековых нравов. То есть, скажем, недовольно, может быть, грубоватое поведение героев. Очень много обнажённых тел, потому что, если мы обратимся к искусству средних веков, мы понимаем, что там очень много обнажённых тел на картинах. И актёры легко с этим справляются, причём актёры любого возраста здесь, в Клайпедском театре. Но я хочу сказать про зрителя, который, как бы вам сказать, я очень была удивлена вчера этой работой, которую проделал Клайпедский театр со своими зрителями. На протяжении, конечно, нескольких лет, приучая постепенно к современному театру. Зритель вчера смотрел это всё с большим удовольствием. Я понимаю, что публика особенная, публика фестивальная, премьерная. Приходили люди такие нарядные в театр. И, конечно, они все очень соскучились по театру. Но, тем не менее, мне, например, сложно представить, приехав из Латвии, что такой спектакль легко бы прошёл в Латвии. Я понимаю, что есть разница между вообще существованием и принципами существования современного театра в Латвии и Литве. И когда мы приезжаем в Литву, понятно, что понятие телесности, которое очень сильно распространено и в Германии, и в Польше, и в современном танце, например. Здесь уже на протяжении долгих лет работы международных фестивалей, приглашённых режиссёров здесь, зрители уже привыкли и не реагируют на это остро. Если мы обратимся, например, к спектаклю Влада Наставшего в Риге, «Здесь начинается ночь». Там маленькая аудитория, 100 мест в зале, в Гертруда с театрой. Мне сложно представить этот спектакль на большой сцене в Риге. А здесь, представляете, в Клайпиде, в общем, не в столице, не в Вильнюсе, зрители сидели очень благодарно, открыто наблюдали за всем, что происходит на сцене, что, наверное, в какой-то степени первичную публику бы, может быть, и шокировало. Конечно, я вспоминаю вот Кирилла Серебренникова, его аутсайд, когда люди просто выходили из зала, когда актёры стали обнажаться, там просто было несколько пар, которые встали и ушли. Да. А здесь, понимаете, не то, что они встали и ушли, а люди благодарно это воспринимают и смотрят на это не с точки зрения, как оскорбляются они, а с точки зрения, что это часть большого искусства, мирового наследия художественного, которое трактуется таким образом сейчас на сцене. И мне кажется, что это очень важная работа, важная работа именно, знаете, такой психологической разгрузки для зрителя, когда зритель понимает, что, в общем, табу, они существуют, наверное, в его личной жизни, но на территории театра, на территории искусства это всё возможно, если художник находит этому объяснение и оправдание. Ну, то есть это не простая провокация, это не просто для того, чтобы вам показать сейчас голое тело, это накопленный мировой художественный опыт, который вот так реализовался на сцене Клапецкого театра. Так что вот такой эксперимент, мне кажется, довольно интересный. Но зритель был именно местный, литовский? Да, да. Ну, приехали, наверное, были гости, которые приехали в программу тоже с участием своим, потому что здесь есть и перформансы, и музыкальные проекты, которые включены в программу фестиваля сейчас. Но это не то, что было там два года назад, когда я здесь была в Клапиде, вот первый раз на фестивале, когда гостей только приехало на литовский шоу-кейс сюда, ну, человек, наверное, 25 было гостей из разных стран. Сейчас, конечно, это всё очень сложно, и я одна из немногих, кто добрался до Клапиды вот на эту премьеру. Но, тем не менее, это всё равно событие, которое для театрального мира резонансное, этот фестиваль. Ну, я думаю... Нет, во-первых, конечно, да. Я думаю, что приезжают сюда из Вильнюса на какие-то премьеры, показы и спектакли. Ну, потому что вот я сейчас собираюсь сама в Вильнюс сегодня, вот после нашего разговора сяду в поезд, поеду в Вильнюс. В Вильнюсе открывается сегодня большая выставка, и я на неё надеюсь попасть. Это сокровище Гурли такого, может быть, вы слышали, мы можем потом об этом поговорить. Да, я помню, да. Да, вот я хочу... Я её видела когда-то в Германии, и сейчас хочу посмотреть, что в Вильнюсе будет показано. Мне интересно. В Вильнюсе уже работают и театры, и музеи, поэтому я могу сегодня что-нибудь ещё там посмотреть, потому что здесь сегодня нет спектакля, здесь подготовка к завтрашнему показу чешского спектакля, вот я как раз к нему вернусь. А долго будет продолжаться эта выставка сокровища Гурли? Это потому что... Она сегодня только открывается, поэтому я хочу сказать, проанонсировать слушателям радио Болтком через вас, что побываю, напишу для вас новость, опубликуем на сайте Микс Ньюз. Спасибо. Да, потому что вдруг кто-то тоже заинтересуется, тем более, что это действительно очень отдельная история, как собиралась эта коллекция, и как она была найдена. Сомнительная довольно-таки история, на мой взгляд. Но я хочу вот сейчас вам ещё вот что рассказать, раз уж мы начали говорить. Вот, понимаете, я сейчас здесь в Калайпеде, здесь солнце, тепло, море рядом, такое, знаете, ощущение курорта, и прекрасные эти литовские рестораны везде работают, открытые веранды, люди приезжают. Вот, много, кстати, русской речи слышно вот в кафе и в ресторанах на улице. Я так понимаю, что вот где-то сейчас в ближайшее время как-то границы между вот хотя бы нашими странами будут не такие сложно закрытые, если у людей есть прививки, сертификаты и так далее, можно начинать уже путешествовать. И за тот год, что мы были, в общем, заперты в пределах своей страны и никуда не выезжали, я правда очень рекомендую посмотреть на Калайпеду как на то место, куда можно приехать летом. Потому что сейчас закончится фестиваль драматического театра здесь, вот он будет до, ну, как бы еще неделю продолжаться здесь, я не на все, к сожалению, смогу остаться, я коротко. Но, тем не менее, здесь будут еще показаны интересные спектакли, в том числе, например, тут из Вильнюса приедет спектакль молодежного театра постановка польского режиссера Кристиана Люпе «Остерлиц». Это тоже очень непростой спектакль, это по роману, посвященному теме Холокоста. Спектакль идет шесть часов. Но это потрясающее художественное произведение с потрясающими актерами из молодежного театра, один из которых получил в этом году национальную театральную премию, и спектакль получил национальную литовскую театральную премию. И это очень серьезное художественное высказывание. Но в конце июля здесь, в Клайпеде, будет проходить еще фестиваль, который организует музыкальный театр. Здесь есть еще музыкальный театр в Клайпеде. И этот фестиваль в прошлом году, ну, как бы силами фестиваля и музыкального театра, было поставлено большой спектакль в Эллинге. Здесь, в Клайпеде, если кто-то был, знает, там старые вот эти вот конструкции для ремонта кораблей остались, довоенные еще. Огромная такая металлическая конструкция стоит в старом порту. Ее не разбирали, она вот осталась даже после войны, ее не достроили, ее оставили такой металлический остров. И в прошлом году здесь был поставлен «Вагнер, летучий колландец», опера на улице. И в этом году она будет повторена. Два дня, в конце июля, будет музыкальная составляющая, это музыкальный театр Клайпеде, приглашенные солисты, потрясающая придумка, я бы сказала, там даже с заходом корабля, рядом в бухту такого, ну, приглашенного корабля, туда заходит корабль. И исполнители находятся на разных ярусах этого эллинга. Вы сидите на улице, для вас играет оркестр, исполняются оперы «Вагнера», и певцы очень хорошие, исполнители. Поэтому если у кого-то есть желание вот так вот съездить на море и еще как бы получить такое художественное впечатление, то я просто настоятельно рекомендую это учесть, зайти на сайт музыкального театра Клайпедского и посмотреть, когда там это все анонсируется, и посмотреть билеты. Это такое очень европейское зрелище, то, как, в общем, во всех странах Европы летом показывают оперы. На открытом воздухе. На улице. Да, да, да. Поэтому это все очень симпатично, и город Клайпеда тоже очень милый. Но вот с другой стороны, прямо даже становится обидно за Латвию, почему у нас все-таки не так часто происходит такого рода, ну, такого уровня фестивалей и вот такие постановки. Что? Да? Да, чуть-чуть почему-то стало... А, вот сейчас, мне кажется, лучше стало. Ну, тут я все-таки тоже в отеле нахожусь, и у меня не мой интернет, я все-таки в другой стране, поэтому уже могут быть какие-то перебои. Но в Латвии есть фестиваль летний, про который я рассказывала в прошлом году. Это в Амирске летний фестиваль. Он проходит в первую неделю августа, в выходные. Этот фестиваль делает художественный руководитель, сценограф, художник и режиссер Ренни Суканов и команда Валмера. Он тоже проходит на открытом воздухе. Там очень много спектаклей для детей. Туда прям рекомендую всем ездить семьями. В прошлом году там был потрясающий проект, два потрясающих проекта, двух молодых режиссеров латышских. Валтера Силиса про футбол. Я очень надеюсь, что они в этом году его повторят, потому что в прошлом году мало людей смогло попасть на это. А если они это повторят, я просто тоже всем очень рекомендую это посмотреть. Это спектакль, посвященный выходу латвийской сборной в 2002 или 2003 году в финальные соревнования Лиги Чемпионов. Нет, как это? Европейского кубка. Ну что-то вот. Извините. Я тоже не силен в футболе, честно. Не позорьте меня с этой точки зрения, но спектакль просто фантастически придуманный, интересно сыгран и, по-моему, очень необычный и по форме, и по содержанию. И второй спектакль, который был там в прошлом году, специально сделан, это Элмар Синьковс тоже придумал особенный такой спектакль, который игрался в парке на открытой эстраде Валмеры в огромном пространстве, и это было очень красиво. Но помимо этого там еще идут спектакли театров. Вот я хочу сказать про Валмерский театр, который сейчас анонсировал продажу билетов на начало лета, ну вот конец июня, июль. Билетов, конечно, ограниченное количество, но для тех, кому интересно, я бы очень рекомендовала посмотреть спектакль Рени Сусуханова «Семья» вышел осенью. Сыграли, по-моему, два раза, и все, не успели больше играть. Есть еще какие-то две премьеры, которые выпущены за эту зиму и которые не сыграны на зрителей, вот сейчас будут сыграны. И есть спектакль, который был показан в прошлом году тоже на Валмерском фестивале летом, но это премьера театра. Это лейтенант из Финишмора поставил Мартин Шэйхе. В главной роли там Мартин Шмейерс, звезда Валмерского театра. И я очень рекомендую это посмотреть. Автор Макдонах, это вот, знаете, это кино «Три щита на границе Штата-Миссурия». Автор – это тот же самый человек. Один из самых интересных вообще драматургов современного мира, потому что он востребован и в Европе, в Великобритании, и в Америке работает успешно. Вот, и Лейпайский театр. Я вчера проезжала Лейпаю, когда ехала в Клайпену. Лейпайский театр тоже объявил анонсы на лето. Надо следить и смотреть. Опять-таки, если куда-то ехать, то очень рекомендую посмотреть то, что будет в Лейпаю. Потому что вот летом все-таки мы можем как-то выбраться, и все равно какой-то такой сезон, когда полуотпускной такой, и можно выбраться в Лейпаю на пару дней, посмотреть спектакль, потому что здесь тоже состоялось несколько премьер, и доигрываются премьеры прошлого сезона, в том числе будут играться Шекспирс Элмара Сенкова, который получил награду и за лучшую женскую центральную роль, и за лучший спектакль «Большой формы», который надо посмотреть, стоит посмотреть очень. И премьера «Осени» Мары Кимели поставила спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева «Волнение» с Эминой Сокучинской, главной роли основной. И премьера по Дмитрию Петренко, режиссера по пьесе Мариуса Ивашкевича «Малыш». Так что «Малыш» идет с титрами на русском и латышском языке. Там двуязычный текст. Изначально написан Мариусом двуязычный. Там половина спектакля просто написана на русском языке. Половина пьеса. И он также идет в Лейпай, поэтому вот рекомендую обратить на это внимание. Получается, что сейчас, учитывая, что идет полным ходом вакцинация, и в принципе лето – это то время, когда считается, что… Ну, как-то да. Более-менее безопасно. Безопасно. Тут как раз та ситуация, когда потихоньку оживает театральная жизнь. А сами, вот как сами актеры, постановщики смотрят с оптимизмом будущее, ли, поскольку это долгий перерыв, публика не нашла ли себе какую-то замену, условно говоря, театру, может быть, гаджетами, какими-то другими развлечениями? Ну, вы знаете, мне кажется, что все-таки живое общение его отменить невозможно. И большая часть публики, даже та, которая смотрела весь этот год всякие онлайн-трансляции, а в Литве, надо сказать, очень много спектаклей в этом сезоне было сыграно, знаете как, репетируется внутри театра, и потом играется премьера с показом онлайн, на который продавались билеты. Ну, то есть там вот в системе тикета ЛТ можно было купить билеты на онлайн-трансляции премьер. И вот я так несколько спектаклей осенью посмотрела в ноябре и в декабре. Но, тем не менее, конечно, все ждут, когда можно будет прийти в театр и посмотреть эти спектакли вживую, потому что ничто не заменит этого живого взаимодействия зрительного зала и театральной сцены. Поэтому мне кажется, что боятся того, что зрители отвыкли или что-то еще наоборот. Вот я вчера попав в зал, увидела, насколько люди соскучились по живому театру. Вот. Мне кажется, что... Мне кажется, что все только очень ждут этого. Но здесь есть ведь и другая оборотная сторона медали. Вот неполной заполняемости эти 50 процентов возрастает, я понимаю, сложнее окупить эти постановки. И вот это тоже может быть камнем преткновения. Ну, вы знаете, я думаю, что театру важнее сейчас даже просто вернуть зрителей в зал и играть. И вот я могу сказать по опыту там моих московских коллег, которые весь этот год играли спектакли, вы знаете, что в Москве ничего не закрывалось, там была ограничена аудитория, и расходы, например, на содержание театра в Москве, они всегда были вот просто, как бы сказать, тютелька в тютельку, да? При полной заполняемости зала театры еле-еле умудрялись как бы сохранить себя. Но с другой стороны, смотрите сейчас, неполная заполняемость зала, билеты улетают просто моментально. То есть не нужно прилагать дополнительных расходов для того, чтобы продать эти билеты, а ведь маркетинговые расходы – это большая часть бюджета, съедавшая когда-то ту самую как раз и необходимую, необходимый доход от билетов, тех самых. То есть, ну как бы тут сейчас, вот тут ушло, тут компенсировалось. Я знаю, что действительно билеты в театры практически не достать. Вот у меня знакомые поехали в Москву, думали посмотреть там весной какие-то спектакли в Российском Академическом Молодежном Театре премьера у Алексея Владимировича Бородина, который недавно отпраздновал свой юбилей, буквально на несколько дней назад. Он поставил «Горе от ума» версию совершенно новую, которая звучит очень свежо и прекрасно, и актеры замечательные. И на этот спектакль билеты купить невозможно. То есть, они раскупаются заранее, и, как мне сказала знакомая, ты представляешь, даже нету перекупщиков ничего. Ну то есть, это показатель, потому что все раскупилось изначально на сайте театра. Из-за того, что ограниченное количество билетов, то их и не купить. Вот многие еще опасаются того, что вот эти послабления для тех, у кого будут уже сертификаты, может быть, тоже как-то отсечет от театра тех, кто не прививается по каким-то причинам. Вот это тоже какая-то сегрегация произойдет зрительская. Ну смотрите, вот тут это очень интересная тема для дискуссии. Мне нравится, что вы это спросили, потому что когда-то очень давно, когда был внедрен закон о запрете рекламы, спонсирования сигарет, алкоголя, культурных мероприятий, в том числе и для театров, например, для меня это всегда вызывало какую-то, знаете, такую улыбку, потому что это не снобизм, но это просто факт. Искусство разное. Ну то есть культура состоит из разных частей. Есть популярные мероприятия, есть кино, концерты какой-то популярной музыки, очень каких-то новых молодых людей, которые действительно собирают совсем молодежную такую неокрепшую аудиторию, которые любят все новое и красивое и интересное. Театру в этом отношении не просто жить, но с другой стороны, его аудитория она очень разумная, потому что люди, которые выбирают такой способ припровождении времени вечернего, это люди, которые образованы, начитаны, понимают, что это такое, потому что театральный язык, он довольно сложный. Чтобы понимать и чувствовать театр зрителю, все-таки нужно иметь какое-то собственное мышление, определенное, собственный вкус, выбор. Люди идут осознанно, покупая билет в театр. они не случайно туда попадают. Бывают случайные зрители, но их мало, их надо ценить, холить, лелеять, так, чтобы они становились постоянными. Но в основном ведь публика это не такой большой процент населения страны, ведь театральная публика по старым каким-то данным социологическим это от 5 до 10 процентов максимум. то есть это не футбольный матч, который вызывает эмоции у любого зрителя, который даже я или вы, которые мы не понимаем в футболе, мы все равно придем и получим от этого удовольствие и стадион там 20-50 тысяч за собрать это не проблема. В театре проблема собрать и 100 местный зал на сложный спектакль, и 200 местный, и 1000 зал уже проблема. Мы все помним Далис театр, который собственно и поднял эту тему два года назад, что нужно что-то делать с публикой, когда у тебя тысячный зал, не так просто ее приманить туда и удержать. Поэтому люди, которые покупают билеты в театр, это люди, ведущие определенный образ жизни. У них есть твоя точка зрения, у них есть свое мнение по поводу того, как проводить свой досуг, у них точно сформирован вкус, я начала с сигареты и алкоголя, их очень трудно как бы соблазнить чем-то, потому что им можно сделать предложение, но их трудно на это соблазнить и развратить. Это люди, которые в общем готовы к разным вещам, экспериментам, пробам и так далее. Поэтому мне кажется, сегрегации здесь не может быть и о ней говорить нельзя, потому что это немножко, ну как бы сказать, ради театра люди могут пойти сделать прививку, ради путешествий люди могут пойти сделать прививку. то есть если они понимают необходимость платы за свободу свою, передвижение, выбора, времяпровождение, ну, мне кажется, что люди это делают. То есть это будет еще одним стимулом для... Ну, мне кажется, это даже не стимул, это просто, ну вот, мы живем сейчас в таком мире, понимаете, можно к этому относиться скептически, можно не доверять, можно что-то еще как-то сомневаться, но судя по тому, какие данные, какие новости я там получаю, например, из Москвы от своих знакомых, где довольно серьезно люди болеют, там очень много живет, огромное население, прививки не справляются просто, ну, соотношение объема привитых и жили, и обычных людей. И, конечно, это бывает очень грустно узнавать о потерях, которые там случаются. Сейчас их не так сильно обсуждают как год назад, но они тем не менее происходят. И это надо понимать. И то, что это как бы напасть, она очень избирательна и бьет по самым больным местам каждого отдельного человека, и мы никогда не знаем, куда он ударит, ну, мне кажется, и поэтому и врачи не могут понять, что, собственно, с каждым из нас делать, потому что каждый из нас индивидуален, и эта болезнь индивидуальна и носит индивидуальный характер, с ней сложно бороться. Ну вот, поэтому вот я, например, соскучилась по театру, я соскучилась по путешествию, я вот хочу посмотреть одно, второе, третье, поэтому мой выбор был простой, как только открылась запись, я записалась, и получилась сертификат. Ну и мы... Это такая ответственность перед собой и перед другими, понимаете. А в Москве, например, нет ли обязательной, не знаю, вакцинации для, ну вот, работников сферы искусства? Нет, нет, нет. Я думаю, что это все равно все зависит от, ну, как бы, от личной ответственности. Если театр понимает, что, понимаете, столько спектаклей уже отменилось за это время, вот вчера моя подруга Марина Давыдова опубликовала пост, она поехала как специалист, как эксперт, она театр ВЕД известный и в Европе тоже. Она поехала в Санкт-Петербург специально на один спектакль, который она уже третий раз едет смотреть за этот сезон, потому что и третий раз его опять отменили из-за того, что болеет то один артист, то другой артист. И она в третий раз приезжает в Санкт-Петербург, вчера был ее пост о помощи, о том, что я приехала, и мне никуда мне податься, чтобы вечер не пропал зря. Ну, то есть, куда мне пойти, чтобы мне посмотреть, с какой спектакль. Ну, вот Оскар Раскрашенова сейчас ставит в Петербурге спектакль, тоже он привился и поехал, потому что это работа, это ответственность. Это литовский режиссер известный, вот он сейчас работает в Санкт-Петербурге, поэтому... То есть, для актеров и режиссеров это скорее вот, ну, какой-то такой корпоративной ответственность перед труппой, чтобы не подвести... Перед труппой, перед зрителем, понимаете? Вот люди купили билеты, а спектакль отменяется. Мне кажется, что это просто надо каждому понимать. Ну, это так и есть, понимаете? Не хотим, не хотим. Никто заставлять тебя не может, но театр твой вынужден отменять спектакль или вынужден делать какую-то замену или неравноценную, или что-то еще. Но, тем не менее, я понимаю, что в будущее в принципе смотрят с оптимизмом. То есть, мы видим, ну, как уже прозвучало, что зритель даже спрос превышает предложения, и вот на ближайший сезон мы можем ожидать все-таки и новых премьер, потому что ведь это то время, когда просто был практически творчески простой. Нет, нет, все театры работали внутри себя, все театры работали, и я уверяю, вот знаете, как сейчас все говорят об одном, что же с нами будет с театральными специалистами, когда все откроется одновременно? Как разорваться. Потому что надо будет, да, надо будет все успеть и все посмотреть и не пропустить все интересные премьеры, и будем советовать вам, поэтому я знаю, что и Далис готовит несколько премьер, и вот, как я говорила, в Лиепае подготовлены премьеры, в Валмире есть несколько премьер, и очень интересная работа состоялась осенью, и, наверное, будет сейчас тоже, в театре Врезыкне, вот, поэтому везде, в Латвии можно доехать, посмотреть какие-то спектакли интересные, ну, и в Литве все, что не видели, догоняем, смотрим новые и не пропускаем старые. Евгения Шерменева, театральный продюсер, ведущая программы Безантракта с нами вот на прямой связи из Клайпеды, я хочу, во-первых, напомнить о вашем обещании, написать о выставке, которая в Вильнюсе состоится, и в свою очередь я пообещаю, что те, кто слушал, например, нашу сейчас программу, но не успел записать, может быть, думает, боже мой, где же, как это все восстановить, мы напишем обязательно на сайте Микс Ньюс, вот самые главные премьеры, самые главные события театральной жизни, о которых вы рассказали, и если вот кто-то из наших слушателей, ну, хочет как-то освежить это в памяти, заходите на портал Микс Ньюс, мы обязательно разместим там информацию. Давайте писать новости, да, пусть лето будет для всех хорошим, с открытиями в культуре, в театре, в кино, ну, везде. Спасибо, Олег, побегу я на поезд, поеду в Вильнюс, хорошо? Всего доброго, хорошего дня, до свидания. Спасибо большое, всего доброго. Слушайте Радио Болтком.